Андрей Андреевич, ну, а давайте вот вернемся к саммиту в Японии. То есть, это же не только G7 было, на самом-то деле, или G8, существенно. Это G8, это G8. Но, тем не менее, там было много еще лидеров очень больших и мощных стран, и дело не только в Индии, там и Бразилия, и другие государства. Вот какое у вас впечатление или послевкусие этого мероприятия? И вот вторая часть вопроса, так, почему вот Джозеф еще так иронично, но снял все ограничения по самолетам, хотя он же, мы же помним, как он на лужайке Белого дома неоднократно говорил, будут самолеты? Он говорил, ноу, ноу, ноу. И вот теперь, как выяснилось, его нет, это да, но позже. И вот это позже наступило. Это позже может наступить, там, через неделю. Я не удивлюсь, если в разгар начавшегося только вот наступления, украинские самолеты с украинскими летчиками появятся в украинском небе. Но я попытаюсь немножко шире поговорить про Джо, раз вы так спросили. Ну, мы же не секрет для нас. Мы с вами, начиная, наверное, с этого саммита очень неудачного в Женеве, говорим на тему о борьбе вот этих двух группировок внутри администрации Байдена. Это группа Остина Блинкина, победа Украины, и группа Селивана. Возможно, по ряду информации Бернс к ней примыкает. Это вот так называемое непоражение Украины. На каждом этапе предоставления вооружений группа непоражений, конечно, сопротивлялась. И все это происходило с большим запазданием. Мое впечатление, вот как вел себя коллективный Байден, что, ну, как бы в душе он больше сочувствовал с самого начала первой позиции. Но вынужден был считаться вот и с влиянием второй группировки Селивана Бернса. Ну, потому что Селиван, прежде всего, это такой смотрящий от Обамы был в администрации Байдена. Ведь если вернуться в администрацию Обама, там-то Байден, сам Байден как раз занимал всегда более проукраинскую позицию и более антироссийскую по сравнению с Обамой. Обама же прекрасно выразил свою точку зрения по Украине в этом знаменитом своем прощальном интервью в 2020 году журнал «Атлантик». Он сказал, ну, вы знаете, русским хочется изнасиловать Украину больше, чем нам ее защитить. И так, к сожалению, будет всегда. И поэтому вот мы ограничены в своей политике и так далее. Вот. Ну, вы же помните, Байден несколько раз прорывался сказать достаточно резко пальцем пуль. Ну, начиная с знаменитого «Убийцы». Он назвал его «Убийцей». Так смачно в интервью, по-моему, с «Фокс-Ньюз», да. На следующий день из спины выскочил вот этот Соливанчик и начал объяснять, что дедушку не так поняли. Это ни в коем случае не означает там режим «ченч» и так далее. Второй раз у него и его же настроение вырвалось. Помните, он посещал в Польше лагерь беженцев украинских, там где-то на границе. И вот потрясенные их рассказы, он просто воскликнул, ну, как может такой человек оставаться во главе государства. Тоже тут же выскочил Соливанчик. Значит, вы знаете, опять дедушку не так поняли. Это вырвано из контекста. Ни в коем случае наша традиционная американская позиция, политика, никакого режима «ченч» ни в коем случае и так далее. Вот. Но, тем не менее, значит, на каждом этапе группа Остина Блинкна побеждала. Дали «Гарбетс», дали «Хаймерс», дали «Танки». Но на каждом этапе Соливану удавалось все-таки тормозить, тормозить. И в одном из последних уже довольно резких обращений по существу к руководству Соединенных Штатов, Зеленский сказал, да, мы очень благодарны, но почему все время идет все это с запазднования, с задержками? Цена этого запазднования – это тысячи или десятки тысяч жизней украинских солдат и мирных жителей. Так вот, что изменилось. Об этой новости я уже нашим слушателям в ваших передачах несколько раз рассказывал, что позиции наших друзей резко усилились в результате изменения позиции республиканской партии. Ведь до недавнего времени республиканская партия, позиция эта воспринималась в глазах тех же украинских обществов, как Трампа, как выступление Трампа, в которых он и сейчас каждый день кричит то же самое, что этот сумасшедший Байден, поддержка Украины, тянет мир к ядерной войне, а я вот великий Трамп, я немедленно в 24 часа войну закончу, мир спасу, с Путиным обо всем договорюсь, отдадим ему украинскую территорию, тем более, как мне рассказали, там живут русскоязычные жители. Так вот, республиканская партия категорически отмежевалась от этой позиции, избрала свою стратегию избирательной кампании. Да, атаковать Байдена, но атаковать за недостаточную помощь Украине, за недостаточную помощь Украине. И это резко усилило позицию как раз проукраинских людей в администрации Байдена. Еще второй момент с этим связано. Байден же теперь не только президент Соединенных Штатов, он кандидат в президенты 2024 года. И теперь успех того же украинского наступления, он органично связан с его шансами на избрание. Вы представляете, что произойдет? Это я отвечаю на вопрос. Почему я все время говорю «нет-нет», а сейчас вдруг так неожиданно «да». А что произойдет, если неудачно кончится украинское наступление? Понимаете, что это неудачно, без сокрушительного успеха? Другой неудачей быть не может. Русский-то не имеет никаких возможностей перейти в свое наступление. Ну, тогда республиканцы его просто размажут под стенкой. Они ему скажут «это ты, мы говорили тебе, мало помогаешь Украине, а ты, старый дурак, все время повторял, что ни в коем случае нельзя бить по русской территории, не надо давать истребителей и так далее». Поэтому вот так заметно изменилась позиция и самого Байдена, и, значит, вот эта интегральная позиция американской президентской администрации. Вот это «it's for them», это «пусть они боятся», это третья такая от души выход, как наряду с тем убийцей, и как может такой человек. А в чем разница, что в этот раз стоявший рядом Соливанчик уже из-за спины дедушки не выскочил и не начал объяснять, что дедушка погорячился, а сам и сказал, и подробно объяснил. Ну, как так? Крым – это украинская территория по всем. И в итоговом заявлении большой восьмерки по Украине написано то же самое, что было написано в итоговых заявлениях большой восьмерки и 17 октября, и 17 декабря, а теперь вот и 19 мая, что единое, как же у них там написано, «immediate, complete and unconditional withdrawal». Условия мира очень простое. Немедленный, полный, безоговорочный вывод российских войск со всех, подчеркнуто, международно признанных, загрязниться со всей международно признанной территории Украины. Там же сказано, что наша поддержка не слабеет. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это понадобится. Мы приложим все усилия для обеспечения безопасности Украины после окончания конфликта. И мы занимаемся вопросами полной интеграции оборонных систем Украины и оборонных систем НАТО. Потому что имеется в виду, прежде всего, поставки соответствующего вооружения. Это действительно прав товарища Макрон. Это game change. Это революционные изменения. И это с грустью должны были признать сегодня московские пропагандисты Ускобеевой. Вы про полковника Ходоренка хотите рассказать? Это единственный последний вменяемый человек на российской пропагандистской арене. Ну, в общем, он повторил то же самое, что я вам только сейчас говорил. Только более доступным языком для товарищей, для Скобеева и ее слушателей. Это очень серьезные изменения. Очень серьезные изменения. И теперь они очень важны для внутренних процессов в России. Но теперь никто из немного думающих людей, озабоченных своим будущим, своим положением в той же России, скажем, через несколько месяцев, или, может, даже недели, не сомневается в том, что война проиграна. И проиграна в более жестком смысле, чем она была проиграна после провала битвы за аэропорт Гастомеля, и за отступление от Киева, Сумы и Чернигова. Тогда была проиграна замысел вот этой путинской мировой войны. Его ультиматум, помните же, 15 декабря... Убирайтесь на линию... Собирайте монатки, убирайтесь на линии. Это они поняли уже тогда. И с тех пор они путин и окружение сражали за другую войну. Вот за тот мирный план, который они хотели продать через Папа Франциска, Маска, Гейтса, Лихуэя. А в прошлом году, 16 июня, с тем же приезжали сами Макрон, Меркель и Дракий продать перемирие, чтобы можно было объяснить своему народишку, что вот мы сражались там с 60-ми странами НАТО и добились почетной ничьи, спасли отчизну. Вот это им уже не удастся. Им сказано... Им очень четко сказано было на японском... Все. Immediate, complete and unconditional. На границе 91-го года. Вон. Чем быстрее, тем лучше. Это единственный существующий на сегодняшний день план мира для вас. Спасибо.